Почему люди обычно становятся художниками? Потому что им хочется что-то сказать такое, что в слова как-то не очень помещается. Ты почувствовал что-то интересное, или тебе мысль какая-то пришла к такому подсознательному уровню, и ты пытаешься что-то... Попробовав изобразительный или какой-то другой язык, человек уже обычно не возвращается к обычному словесному. Мир полон историй разнообразных, любую ерунду, даже недвижущуюся, можно изобразить как историю. История — это просто фрагмент времени, поэтому они есть на каждом углу, их не нужно выдумывать. Их нужно только брать и выкапывать. Масяня — это такой человечек, который скорее оттворяет в себя вечный неугасающий оптимизм, который помогает пробраться через очень многое. Во многом это чисто питерский менталитет, который помогает выжить среди болот. Поэтому он и здесь и родился. Масяня — это совершенно неуправляемый персонаж. То есть, может быть, в начале, когда у нее еще были такие схватки, можно было как-то ею руководить. А сейчас, конечно, уже ведет себя совершенно самостоятельно. Это иногда даже удивляет меня самого. И мимо там... Проходите, проходите, проходите. Молодой человек, а вы не купите мне мороженое? Здрасте, и что это вдруг? Молодой человек, а не угостите девушку мороженым? Спасибо. Питер все-таки самый странный город на свете. У него очень странное сочетание и истории, и климата, и людей, которые здесь живут, и история черти какая. В общем, это все вместе было очень странное сочетание. На самом деле, разбираться в нем можно очень долго. Какой здоровый глюк! Привет, болда! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Продолжение следует...